всем привет сегодня у нас на обзоре будет милуоки точнее не на обзоре она ремонт аккумуляторный инструмент делает это все компания плохо видно tiktronic industries gmbh все это сделано в версии то есть в китае что аккумулятор что перфоратор что уши им тут уже разбирали и по винтам тоже видно она была вскрытая аккумулятор похож на хикоке аккумулятор заряжен никаких действий не происходит винты везде торт как у боша может быть потому что здесь вот офис гималь что-то пытается и и останавливается смазочка свежая что-то там задевает тут подшипника нету зоди всего на все только здесь уже винты поменьше но ротор здесь намного больше чем на макитовских такой серьезный и и и и и и и внутри вот такой контроллер интересный похож на блок питания миниатюрный как на светодиодной ленте ну закрытый причем это даже не контроллер это сопротивление какой-то не знаю короче плата вот она сама контроллера ну все сейчас подберем подшипник поставим и запустим скорее всего оба подшипника придется снял ротор и подшипник там внутри прикручен я сейчас цену ее посмотрел 68000 с двумя аккумуляторами пятерками 5 и 5 то написано зарядка и утушаем к 1 офигеть подшипник передний аудо фирма аудо на бошах я находил и на газонокосилках гулеруа мерлен там стервинсах чьи-то подшипники я не знаю в интернете не ношу и ротор кстати здесь как-то магнитит не знаю сильно не сильно накидовские маленькие по моему прям посильнее посильнее сейчас снимем посмотрим какой подшипник сзади я не нашел во первых я ну я нашел но на российском сайте официальном если вот этот артикулу номер подставлять она не короче не находит такое по модели нашел но именно чтобы совпадал полностью этот номер как надо не подходит скорее всего это неофициально завезено в россии спереди стоит 600 608 сзади сейчас будем мерить в схеме есть только артикул не размеров ничего и то что он стоит 3 евро ну вот вроде подобрал nsk 626 а спереди поставим nmb 608 решил немного почистить и нашел внутри 626 шлейф здесь как в компьютере винчестера подключают короче ребят мы собрали и она работает момент здесь конечно желательно поменяйте вот этот подшипник там люфт особого нету но слышно что его пора уже менять как бы 19 года скорее всего не менялась но есть такой момент я пытался распрессовать шестерни не идет ни в какую боюсь сломать фланец отдельно фланец не продается продается полностью в сборе и я так понял это аеге короче мелоки я давно уже понял это аеге потому что когда вводишь артикул магазине где заказываю выдает аегешный идет сборе шпиндель фланец подшипник и шестерня и маленькая шестерня и по закупу там около четырех рублей то есть это с нашими максимальными скидками естественно продавать мы будем его дороже и конечно об этом хозяина предупрежу но есть еще такой момент давай включай это слабенько она для болгарки за 70000 как бы мне кажется новая не должна так возможным по-другому она помощнее либо здесь что-то с электроникой либо с двигателем не знаю очень легко она останавливается ну и цены в интернете посмотрел внутрянка на него меняется полностью вся статор контроллер выключатель клеммник вот этот к аккумулятору круче вообще вся внутрянка кроме корпуса идет цельные запчасти и стоит 17 790 ротор стоит 6 290 не шпиндель стоит 5 490 ну не шпиндели шпиндель планец и шестерни перфоратор давайте посмотрим молчит скрываем мы тут видим дефонт выключатель контроллер клемма и так понимаю этот пылесос подключать да нужно вытащить здесь движочек сейчас посмотрим что у нас здесь скорее всего тоже вот это все будет единая запчасть вот этого часть выключатель контроллер клемма и и статор там 10 чем-то стоит это без доставки в интернете дальше я даже лезть туда не буду так что вот такой инструмент за очень большие деньги не знаю стоит такое покупать почему-то а и г никто не покупает зато мелку покупают хотя это по сути одно и то же вот так это все выглядит это получается одна запчасть и вот такой ротор ротор тоже побольше чем у 242 перфоратора размер магнита я бы себе не знаю вряд ли такое купил не вижу смысла здесь такой стоимости а